Да, да, мы сегодня подкрыли, почитали, как бы чуть-чуть, не чуть-чуть, а прям вообще-то не поняли, что это. Можете рассказать? Я так понимаю. Это, мягко говоря, некорректно выложена информация, и так, ну, как-то так вот вообще просто. Зачем так делать, если вы уважаете там людей, которым вы это пишете, это одно, а если не уважаете делать просто так, как нужно, ну, это тогда другой вопрос. Зачем тогда нет смысла вообще разговаривать, там, если такое пишите, как и писали. Ну, а вы можете рассказать свою позицию, что на самом деле, как? Не, ну, на самом деле, как бы, я же там не Господь Бог, но, тем не менее, как бы, людям, связанным с морской темой, почему вы не в таком случае, вот, если вы пишете такую статью серьезнейшую, можно сказать, это не про бабушку написать, а про, там, морской порт и про российскую, опять же, вы соусы заливаете, и российской агрессии, почему таможня это пропускает, раз, почему пограничники пропускают, два, это второй вопрос. Вопрос еще такой, смотрите, выгрузка идет, это, ну, тоже неправильная информация, там нет выпуски в данный момент, по крайней мере, вот по этим судам, которые вы написали, часть из этих судов грузится, а часть из этих судов пришло просто на ремонт, и они стоят там, ремонтируют. На территории завода? Да, я понимаю, что вы хотите сказать, что там арестовано это, ну, так, вот, тогда возвращаемся к первому, почему таможня и пограничники, понимаете? А, можете, ну, можете рассказать изначально, кто давал разрешение, когда давались разрешения на заход этих суден? А, в смысле, какие разрешения на что? На заход суден в акваторию порта, в акваторию завода Океан. Не, ну, знаете, как бы, я, я вам, конечно, могу что-то рассказать, но если мне разрешат, как бы, это, об этом говорить... Ну, подождите, вы нас обвиняете в том, что мы что-то подаем не так, я вот вам сейчас звоню, чтобы узнать, как на самом деле, вот, есть ли разрешение, какие эти разрешения? Да, я не обвиняю, я не то, что, я же не в суд, вы поймите, я не могу никого обвинять, я просто вам говорю, если вы уважаете тех людей, которые, там, подписаны на вас, там, ну, на газету, там, либо кому... Вы же не просто так это пишете, это ваша работа. А ваша работа, я считаю, журналиста, это отражать объективную информацию. Но, к сожалению, ну, в Украине или, там, в России или еще где-то, оно так не получается, потому что пишут то, что нужно писать или то, что нужно за то, что деньги заплатят, как бы, ну, в хорошем смысле это слово. То есть, когда люди, там, будут нравиться это читать, такие вызывающие статьи, там, название само по себе, никогда себе, там, российские суда выгружаются в арестованном порту, это же бомба. Но они имеют отношения к России? Да нет, конечно, вы что, блин, ну, я серьезно говорю, вот, 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 теплоход «Сибрит», да, там, у него сирийский экипаж, у него сирийский судовладелец, у него, я не знаю, контракт заключен просто на то, чтобы прийти, загрузиться и уйти. То есть, никакого отношения вообще нет. А какой груз? Единственное, что морские суда, они заходят в различные порты мира, Россия, Румыния, там, Турция, они ходят, это, фактически, ну, называется фракт, когда судно фрактуют под какой-то груз. Оно зашло, отгрузилось или выгрузилось, и ушло. Понятно, что многие из этих судов заходили в Россию, это 250%, потому что все вот эти малыши, которые там до 10-15 тысяч, до 2-ти, они работают в Черном море, в Средиземке и дальше они ходят. Понятно, что здесь, ну, они в Россию будут работать. Ну, это, как бы, в огороде Бузина, в Киеве дядя, вот так, такое же приблизительное отношение к России они имеют. А по поводу, что там, Рейнбоу, так они все меняют название, они все меняют судовладельцев. Это же как машина, его могут перепродать в течение 10 лет 2 или 3 раза. То есть, кому кто-то новые суда покупает, старые продают. Ну, как бы, такое. Я не знаю, как бы, интересно, конечно, было бы вам все рассказать, чтобы вы действительно поняли, в чем суть. Объясните, хотя бы, основные моменты. Кто давал разрешение на заход этих судов? Нет, так не то, что по этим разрешениям давал. Есть, там, допустим, морской порт, речной порт. У него есть директор порта, да, там, начальник порта в морском порту, в речном порту есть свой начальник. Они ведут, там, хозяйственную деятельность, да, как у вас там пишется. То есть, я так понимаю, администрация Николаевского морского порта дала разрешение или как называются эти документы? Нет, администрация Николаевского морского порта, она не дает разрешения. Администрация Николаевского морского порта, АМПУ, ведет сбор портовых вот этих вот, портовые сборы, да. То есть заходит судно, оно должно заплатить, согласно, портовые сборы. Какая-то мировая практика. Вот это они берут, все согласно тарифам Министерства транспорта. Ну и все такое. А разрешение, ну не знаю, это надо в Океане выяснять. У начальника получается, который там занимается. То есть руководство нынешнего завода Океан непосредственно позволило зайти к ним на территорию? Ну конечно, у них тоже другое не позволит. Но это другой же вопрос. Главный вопрос, что там никакого отношения, название статьи не имеет к тому, что там происходит, по сути. А таможня, пограничники, они как-то задействованы в этом процессе? Ну таможня, допустим, пограничники осуществляются пограничный контроль на границе. То есть при пересечении государственной границы Украины, будь то морской порт, это называется пункт пропуска. А где это происходит? Это происходит при заходе в акватору порта или на причале? На причале. И там есть этот пункт контроля? Да, есть такой пункт пропуска, как Николаевский морской торговый, ну уже не торговый, а просто морской порт. Есть речной порт, есть Небулон, Некатера. Ну и Океан тоже там же. На Океане есть, и все это проходило и проходило. Ну, это вот-вот-вот. Вот если бы вы подъехали на космонавтов, да, там, и спросили там начальника погранотряда Николаевску, он бы вам все ответил. Это не тяжело, туда пускают, спокойно можно зайти. Так же самому бы ответил начальник таможенного поста. Все, вы бы все поняли, спокойно бы написали, как бы, ну, как бы, за другую встречу. А можете рассказать о том, с каким грузом пришли эти... Они без груза пришли, пустые. Так вы же сами сказали, что они на перегрузку пришли некоторые. Естественно, грузить груз. Какой? Ну, какой. Они пришли грузить груз. Тоже другой вопрос. Какой груз? Ну, по нашей информации, это КАС и ШРОТ? Не, ШРОТ они не грузят там. Не знаю, может, ну, те суда, о которых вы писали, они, ну, насколько я знаю, точно ШРОТ не грузят. И точно уж ничего не выгружают. А КАС? А, кого? Не слышу, чего? КАС, КАС, карбинно-мячное смысле. А, да не, не, вообще про такое не слышал никогда. То есть там этого не происходит? Ну, вот, на тех судах, я же не могу за все отвечать, я там по всей, не знаю. Ну, вы, я так понимаю, вы агент всех пяти судов, которые там находятся? Не, ну, не всех, но... А каких конкретных? Это сейчас между нами или вообще там наш разговор там... Нет, наш разговор записывается, я изначально сказала, что беру комментарий. А что вы говорите? Говорю, разговор записывается, я изначально говорила, что беру у вас комментарий. Да, ну, как бы, ну, я, как бы, вашему редактору позвонил не для того, чтобы рассказывать, что я там делаю, или там, что это... А просто высказал свое мнение по поводу этой статьи. О том, что она абсолютно не соответствует тому, что... Мы же поэтому к вам звоним как компетентам данного человека. Ну, я вам вот сказала, что, ну, я же не могу вам полностью, если, ну, как бы, я не знаю, как бы, что все вам просто рассказывать, там, что я там делаю, что я сейчас делаю, как бы... Не, ну, я же конкретно спросила, к каким судам вы имеете отношение? Я вам сказал, что, ну, как бы, к кому можно обратиться, чтобы получить официальное ответствие. К ним мы тоже обратились. Официальные люди, это, ну, как бы, официальные люди, то есть, они вам ответят официально. Да, то есть, либо комментарии, либо песни нам. Ну, а вы можете хоть как-то, не знаю, ну, какие-то документы нам показать разрешительного характера, которые вам позволили... Да я все могу, если... Чего бы, нет. Ну, а скинуть, например, там, я не знаю, на WhatsApp какой-то или что-то такое сможете? Ну, честно сказать, ну, как бы... Меня интересуют... Документы, как это документы? Меня интересуют документы, где написано, что вам позволили зайти на Афиан. Смотрите, смотрите, судовладелец, когда общается с нами, да, непосредственно, мы являемся его представителем. То есть, люди не могут везде, во всех странах мира, знать местные правила, обычаи и прочее. Поэтому у них есть представитель. Так вот, я не имею права никакие документы вам показывать. Это просто противозаконно. Если я чужие документы вам покажу, ну, вы поймите правильно. То есть, если бы я с вами общался, вы бы были моим клиентом, а кто-то рассказал, знаешь, Серёжа, покажи мне документы, вот. Я бы сказал, да, пожалуйста. Ну, зачем? Я вас поняла. То есть, ну, а на словах у вас есть документы, которые подтверждают, что вам разрешено зайти на океан? Ну, знаете, у нас, как бы, нету никогда документов, что мне разрешено в морской порт заходить, знаете, вот, как, или в речной, таких нету документов, там, какого-то специального там документа, разрешаю разыходить. Ну, а как это происходит? Ну, просто как-то, не знаю, согласование какое-то. Ну, вот согласование, оно устное, что ли? Ну, даже иногда устное, да. Ну, то есть, в данном моменте у вас нет письменного согласования на заход? Ну, я, честно говоря, не знаю, не буду врать, не знаю, есть или нет. И какой груз там грузится, вы тоже мне можете сказать? Ну, это такое уже, знаете, информация, как бы. Ну, не знаю, как бы. Я бы не хотел на него отвечать. На этот вопрос. Ну, просто вот, если вам интересно, вы можете спросить об этом. Ну, то есть, начальник погранотряда и таможенного поста, как бы, они вам ответят на все вопросы. Лучше, чем я. Более, так сказать, расширен. Я не знаю, ну, а откуда хотя бы пришли эти сюда? Да приходят они все с разных стран. Там, кто из Италии, кто из Турции. Ну, вот конкретно Сибрис, например, откуда пришел? Сибрис. Ну, я сейчас не помню, куда у него последний код захода. Но то, что не Россия, это точно. По-моему, это Болгария, если я не ошибаюсь. А остальные? Рейнбоу, Дорсет? Не, про Дорсет я вообще ничего не знаю. Ванкувер? Ванкувер на ремонте стоит вообще. Тоже, откуда он пришел, непонятно. Ремонтное судно. А, Рейн Олдвич? Тоже, по-моему, ремонтное судно. Ну, как бы, честно говоря, спасибо, что позвонили, но у меня сейчас уже нет особо времени общаться. Да, хорошо, спасибо вам. Не буду ваше даже вот. Буду теперь читать Николаевские 200 или как новости. Не 200, да.